МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Головное за тыдень на четвертом канале. У студии Роман Бич и, как за всюду по неделях, будем узгадывать самые яркие и интересные темы с информационной палитры региона «Сямидзен». На этом тыдне президент Беларусь Александр Лукашенко здесь неу рабочую поездку в Брестскую в область. Керавник Державы провел нараду с господаршим активом Барановичев и Барановицкого района, в которой приняли удел керавники предприемства и организаций, структурных подразделений мясовых органов УЛАДы и Брестского облвыканкама. Размова в таком формате уже становится традиционной. В фокусе уваги именно развитие районов, малых и средних городов. Начинаючи нараду, президент Краина-Оценарчий район выучил все форумы и все звороты граждан. Проанализовал о вопросе и по всех дал отказы либо в обучении. Люди чекают от нас своечасовое решение, подкреслив керавник Державы. Надалее разумова об необходимости росту экономики Барановича один из 11 городов Беларуси, у которых в ближайшие два года нужно обеспечить поскоренное социально-экономическое развитие. Эта задача обумовлена необходимость равномерного размирения в творческих сил Украины. Мета – развивать экономику регионов и на этой основе выращать социальные питания и до минимума скоротить разрыв у життевой якости населительства. Мы определили, столица есть столица, понятно. Областной центр есть областной, но ниже идут такие крупные города, как Орша, Барановичи, Лида, Молодечно, да. Полоцк с Новополоцком – очень крупные регионы, хотя более продвинутые, чем даже Барановичи. То есть эти 11 городов – это сверху третий уровень развития. Дальше пошли районные центры, где мы более-менее порядок навели, а еще ниже – агрогородки. Что до Барановицкой региону, Йон – один из буйнейших убрызков в области и знаковый у межах краины. Барановичи – город особый. И надо иметь в виду, что он находится на перекрестке всех дорог и путей, особенно главной нашей магистрали, которая идет с Китая на Запад Европы. Сегодня уже так надо говорить. И это направление по железной дороге, воздушным транспортом, иноземным, автомобильным только будет усиливаться. Керевник державы зазначаю целым ситуацию в регионе. Задоволены далей, как лейтмотив со встречи, над чем працовать, как люди могли мягче мать годно жить в любом населенном пункте. Цены, выплата заработной платы и ее помер, прационные места – от этого залежат развитию региона. Больше всего волнует людей рост цен. Я на это обращаю особое внимание. Я поручил главе администрации немедленно взять на контроль вопросы роста цен и заработной платы. Мало того, что мы не можем платить, и это не только от нас зависит, и от меня большую зарплату, которую удовлетворяло людей. Для этого надо произвести товар и продать. Произвел товар, продал, платить зарплату никто не мешает. Но более того, что небольшую зарплату не все выплачивают. Брестской в области такого не означает соорегиона, нема запозиченности по выплате зарплаты. Александр Лукашенко окрисливает перед керавництвом района задачу 1000 рублей заработной платы, для обеспечения, якої треба, переглядять стратегию господарания, как приклад, разведцем розновой творчести в приватности у аграрном секторе. Утим лику вырошивание продукции по зеленых технологиях и в уголе объемы в творчестве сельгазпродукции увеличивать при оборудовании гарантованности ее продажу. Конечно, мы будем заниматься молоком мяса, и мы уже нащупали, каким путем идти. Молоко – это серьезное производство, это чистая корма, это чистые фермы, это молоко экстра и так далее, из которого молочные продукты получают. Нам надо достроить недостроенные фермы. Лучше всего здесь ситуация, по-моему, как раз обстоит в Брестской области. Небольшое количество молочно-товарных комплексов, которые мною когда-то были запланированы лет 10 назад, буквально несколько десятков не окончены строительством. И правильно, что вы поставили во главу угла, закончите эти фермы, превратив их в современные комплексы. Там вы получите хорошее молоко, продадите экстра и получите 35-40% рентабельности. Так само Александр Лукашенко за крану тему жильевого будовництва в районном центре отзначил, что немытоцгодно развивать его шляхом узведения домов великой этажности. Треба освоювать территории населенных пунктов, что поблизу. Поездка Барановичи – протяг работы по реанимации регионов. Подобные встречи с их активами станут традиционными. Знову наведать с Барановичей, керевник державы намерены у другим поугодзе, а до этого предприемства региона пройдуть масштабную ревизию. После нарады президент Беларуси мил с местным населением и отказал на хвалиючие людей вопросы. Они стоили зарплат, пенсий и цен. Мы посмотрели ваши жалобы все и на первом месте цены. Рост цен. Мы в ближайшее время предпримем еще одну такую диверсионную атаку на подобных людей. Председатель комитета государственного контроля предлагает возродить народный контроль. Профсоюзам я поручал, чтобы они смотрели за ценами и информировали нас. Сейчас мы посмотрим, кто тут у нас начинает шалить с этими ценами. Потому что нет оснований для роста цен. Так само керевник державы наведал лыжа-роллерную трассу у агрогородку Мир. Прасковья Кеменко, Людмила Салдина, Александр Воронин. Тейлер, а то ее компания «Врест». Выслухать и знайсти решение. Черговый прием грамадян по особистых пытаниях провел на гатентиндне старшиня областного выканавчика комитета Анатоль Лис. Первый с наболелым пытанием до керевника в области звернулась молодая предпринимательница Светлана Кривицкая, звездки городиши Баранильского района. Девчина – член Белорусской Федерации конного спорта. У своей фермерской господарцы Светлана займается агроэкотурызмом. Конный клуб троих – это 25 коней. На выучении верховой езде, конные прогулки, занятки с живелыми для особливых детей. 40% клиентов из России. Зараз конный клуб планует развиваться. Потребна земля. На выделенных першопочатково 4 гектарах стало тесно тлумачить девчина. Тем больше, что для Паши один гектар непридатный. А найти рашение на мясовом узроуне не удалось. Мы не садим ничего, мы не выращиваем. Нам надо земля только для выпаса лошадей. То есть, ну, вольный выпас лошадей, чтобы лошадей круглый год не кормить сеном. Потому что очень дорого получается. И люди, которые к нам будут приезжать, они не смогут оплачивать ту стоимость проката лошади, чтобы окупить, ну, как бы, карма на целый год. Парадок выделения земли у Беларуси вызначен на законодавшем узроуне. Не отзначай Анатолий Лис. Як у Барановицком районе таки во все и в области свободных земель нема. Земли сельскохоспадатшиха призначений с высокой уродливостью повинны выкорастовываться по своим промым призначениям. В Барановицком районе у нас не хватает земель для выращивания сельхозкультур. В прошлом году мы не добрали около 50 тысяч тонн зерна, которые нужны в Барановицком районе. Поэтому земли там прежде всего нужны для выращивания сельхозкультур, значит, зерна, зерна кукурузы, кормовых культур. Желающих взять маленькие кусочки очень много, но такой политики мы не проводим в области. Вот есть необрабатываемый огородик, потому что там же не загонишь ни комбайн, ни трактор, ни так далее. Вот мы человек, пожалуйста, значит, деревня, бери участок земли, обрабатывай. По конференции вези до разговора долучается старшиня Барановицкого районка Мавасиль Хвасик. В ходе детальевого обмерзования вопроса Рашин не было знайдено. Анатолий Лис еще развернул увагу, что нужно сприять развитию малого бизнеса в лесу. Предложили рядышком землю луговую для выпаса и сенокошения лошадей. Ну, то есть земля нашлась, как бы, ну, и вот сказали помогать такому бизнесу, как у нас на районе. Потому что мы связаны с детьми. Я думаю, что все хорошо сейчас будет, как бы мы друг друга услышим, поймем и дальше будем сотрудничать. Прием грамадян дожился некольких годин. Иншие звороты до керувника в области тычилися пытанию, связанных с земельными участками и працеулаткованием. Кристина Протасовицкая, Александр Севицкий, Телерадо Компании «Абрыст». Диалог керувника областной выканавчей улады и насильництва региона протягнулся и подчас промой телефонной линии. И она отбылась традиционно в субботу и дожилася три годины. На промую линию до старшины областной выканавчей улады Анатолия Лиса дозвонилися 29 человек. География звонков, а малю весь регион. Коло пытанию широкое. От якости дорог и доброупорядкования до медицины и городской экологии. Проблемы и грамадского характера, так и особистого. Жихарка Кубрынского района просила допомогти ее разобраться с пытанием смены мытового призначения арендованного земельного участка. По наследству мне остался участок. В 2005 году я продала один участок, там где дом, а этот оформили мне в аренду. Там был сарай и туалет. И вот на месте этого сарая и туалета я попросила землеустроительному нашему, Киберинского фельсовета, попросила, можно там не построить гараж, потому что у меня раньше машина была, и вот обор. Он сказал, стройтесь, потом разберемся. Ну вот я коробку поставила, сейчас не могу ее уформить. За самовольное будауництво мать-одиночка уже заплатила некольких штрафов. Женщина у отчая. Анатолий Лис пропонует сопокоиться и во всем разобраться. Дозвол на будауництво дают не землеупорядкователи, а архитекторы. Видовочно есть порушение. До ручения разобраться старшинник Кобрынского райвы Конкама. Вы соберите все документы, которые у вас есть, значит, на этот участок, и надо приехать в райисполком. Значит, там пригласят землеустроительную, архитектурную службу, и надо разобраться там. Можно узаконить, нельзя узаконить, какой там порядок и так далее. Дозвониться до Бреста смогли и жахары и инших городов Беларуси. Предприниматель из Бобруйска оцекавился мягчимостью в делу святкования тысячагодзя, а наступный телефонный звонок поступил из Могилева. Группа предпринимательников подековала у особи Анатолия Лиса у Сёй Брейской в области за смачную молочную и мясную продукцию. Большое вам спасибо. У вас в области очень хорошее предприятие, допустим, такое, как Коблинский сыводельный комбинат, и мы очень хотим работать с этим заводом. Есть небольшие проблемки по поставке, но я думаю, вы нам поможете, и мы этот вопрос решим. Анатолий Васильевич подтверждает, некоторые виды продукции користаются великой популярностью на замежных рынках. Тому на экспорт идея до 90%. Алира Шенни будет знайдена. Мы тоже заинтересованы, чтобы наша продукция была на внутреннем рынке во всех регионах. Поэтому это не вопрос. Только надо определиться, еще раз говорю, с ценой, с поставками, с объемами. В ходе промой телефонной линии Анатолий Лиз звернул увагу присутных керавников областных служб и подразделений на обовязковое выполнение даденных людям обязанностей. Кристина Протасовицкая, Юрий Плинда, телерадио, компания «Брест». На этом тыдне «Брест» наведали послы трех держав – Великобритании, Венгры и Израиля. Об метах визиту дипломатов узгадаем зараз. Основной темой со встречей керавника города Александра Рыгочука и послать державу Израиль Алона Шогама стал уже доброй ведомой широкой громадской знаходкой на будовнейшей пляце на улице Куйбышева. Тут при проведении подрыхтовших работ были знайдены останки Ахвяр-Яурейского гетта. С початку размовы шла об сотни человек, теперь это уже около 1300. Работа Пожикова батальона на месте знаходки будет протягиваться до конца Сыковика, по усталу пытание, что работать на этом месте далее. Решение, которое преподинало старшине Гарвы конкам Александра Гатчук перепохование останкового хеоргета на полношных могилках Бреста с запрошением на эту жилобную процедуру международной громадскости. Была и поездка гостя на место знаходки. На Звычайному и полномостному послу Израиля подробно рассказали, как плануется уладковать эту территорию после уведения домов, чтобы заховать память загинувших. Как означает Алон Шогам, для его народа самое важное захование категории памяти. Создать такую возможность, что и еврейский мир и местное население видели, что случилось исторически, поняли, как это правильно обратиться к этому и может даже дать пример другим местам, которые сегодня, к сожалению, в мире начинают или забывать, или неправильно напоминать тему Алакост в отличие от того, что мы видим здесь. Поэтому я считаю, что можно взять неплохой пример о том, что здесь сегодня происходит. Посыл Великобритании Фиона Гипп выполняет эмиссию в Беларуси три года и уже четвертый раз наведывает Брест. Первый пункт в программе визита со встречи с городскими уладами. Что год Брест экспортует товары и послок на миллиард долларов. В городе работает свободная экономичная зона. Но британский капитал в экономике областного центра практически не представленный. Этот рынок по куль еще не вельми но я уверена, что ситуация поступало изменится. У Бреста много интересных для британских бизнеса. Это сельская господарка, вытворчивость мебли и бытовой техники. Интересность для промышленного потенциала Бреста проявляет и венгерский бок. Посол этой страны так же сегодня наведал областный центр и состровался с городскими уладами. Рус страна возможностей. У вас промышленность, у вас сельское хозяйство, такое развитие. Это означает страна возможностей. На думку посла венгерский бизнес может разглядеть макшумость вытворчивости наброшения сельгазтехники. Для этих регионов имеет необходимый навыковый технологичный потенциал. В тот же час желтчутора означает, что Беларусь и Бреста в приватности не хопает пиару на заходе. Однако на державном изровне занимается питание диверсификации, пошуку новых внешнех гадлевых партнеров. Это позволит вести разумное долгосрочное и краткосрочное планирование социально-экономического развития нашего города. Поэтому в работе с послами прежде всего стран Евросоюза экономический подтекст тоже имеет большое-большое значение. Брест готовы разглядеться любые пропоновы от европейских партнеров, означает керористство города. По коже сирот-краин Евросоюза наибольшую инвестиционную активность проявляют Польша, Германия и Аустрия. Брестчина первой сустрыни полымя мира других европейских гульняв. Областным центром прошла информационная встреча архкомитета гульняв, подчас якой удельники обмерковали региональные этапы стафеты огню, а так само питание подрыхтовки проведения масштабного спортивного першинства в нашей краине. От Рыма до Минска полымя мира других европейских гульняв принесутся 7 европейских краин факел поднимут на вершиню горы Монблан. А первым из беларуских городов полымя мира сустрыни Брест 12 мая. Сама эстафета пламя мира это хорошая возможность показать нашу страну. Показать страну не только для беларусов, но и в первую очередь показать страну для всей Европы. Брестский регион это тот регион, который действительно любит спорт. Я надеюсь, что спортсмены Брещины покажут максимальные результаты во время европейских игр. Огонь других европейских гульнов сделает припынки у Барановичах, Пинску, Микашевичах, Косово и Каменцы. Факелоносами станут знакомитые выходцы из региону. Гоноровые граждане города и районов, спортсмены, громадские деятцы, шмадзетные матьи. Усяго больше за 50 человек. Примечательно, что в качестве факелоносов выступят известные представители Брещины, это и Эдуард Ханок, это и, разумеется, наша Белая Молния Юлия Нестеренко, это и наш певец Герман, это и Тео. То есть, по сути, это действительно хорошая возможность рассказать о тех людях, которые родились на Брещине, которым Брещина гордится. Факел пронесут больше про 60 населенных пунктов Украины, финишуя эстафета вынесением полами на церемонии открытия 1 червяня в Минске на стадионе Динамо. Сейчас Беларусь активно рыхтуется до самой масштабной континентальной подеи этого лета. Другие европейские огольные объединяют больше 4000 спортсменов с 50 стран. На спортивную баталию уже продадено больше 35 тысяч билетов. Их кошек от 5 до 50 рублев. Есть бестселлеры, как я уже и говорил, это королева спорта легкая атлетика, это художественная гимнастика, акробатика и батут. Это единоборство и лидирует карате и дюдо. Это и в том числе пляжный футбол. В ближайшее время в продажу поступят билеты и на баскетбол 3х3, который, мы тоже уверены, будет очень хорошо продаваться. Больщ заполовок витков на церемонии открытия и закрытия уже раскуплено. Жидающим потрапить, кажуть организаторы варто спешаться. Набыть в области протягивается пасевная кампания. За ее ходом сочатся правоохованные органы. В управлении внутренних справ Брестского обл. ВКНК створены специальные мониторинговые группы по контролю за господаршей деятельностью перед пасевной кампанией. В спецрейде побывали днями и наши корреспонденты. Контроль от мехдвора до поля. В центре уваги мое массовое безопасное захование сельгазтехники, умасованность объекта кизишный стан механизатора усю от шагов значной меры залежить поспех усей кампании. На сене мониторинговые группы правооховников уже проверили свыше 550 сельгазпродприемств в области. Вынесено 221 продписание об ликвидации недохопов. Для господарников, які отказны за проведение весновых полевых работ, такое супрацовництво за их слов только на корысть. Я думаю, что в плюсе остается и сельское хозяйство, в плюсе остается и городские районные службы, потому что люди чувствуют, что дополнительный контроль. До весновых полевых работ открытым акционерам товариства в Азнянске были готовы еще 2 месяца тому. Подрихтовали технику, уклали финансовые сродки, посевный материал, сродки оховы рослин и сподзаются на добрый кончатковый выник. Головная задача теперь укластися в технологичные термии. А как это заработать якостно и необходный контроль и допомогу сбоку правооховных структур лечить у господарцев. Она нам необходима, она нам необходима, потому что они для нас сегодня как основные помощники в плане дисциплины и их заезд к нам бывает очень частым и я действительно это очень приветствую. Под контролем суппроцовников милиции в годы дни уся вытворшая линейка працемеханизаторов и инших специалистов сельско-господарших предприемств такая работа уже принесла первые выники хотя и не завсёды приемные. На сегодняшний момент возбуждено 8 уголовных дел сотрудниками милиции по фактам хищения горючих смазочных материалов в том числе и на территории Брестской области это Трагичинский Берёзовский район кроме этого и кражи кормов с территории сельхозпредприятий сотрудниками милиции выявлено 50 человек которые находились на своих рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения из них 14 это работники сторожевой охраны поэтому такая работа она приносит результат и очень важно что совместно с руководством сельхозпредприятий мы тесно сотрудничаем и выявляем такие нарушения которые позволяют нам сохранить государственные бюджетные деньги Юрий Петнур Роман Филюсиш Телерадио компания Брест На этом тыдне лесгаз и Брестская в области приступили до нарыхтовки биорозового соку все лето это отбылось на месяц ранее чем летость ранний сакагон связанный с усталеванием теплого веснового надворья в минулом году за непротяглого периода дуруху биорозового соку в пинском лесгазе поспели собрать его только 520 тонн все лето тут плануют нарыхтовать на 100 тонн больше удел приймут амаль усе 9 лесниц в господарке три из них Молотковицкая Ивановская и Житновицкая будут працовать выключено с насельництвом занимаемся только сбором сока и отпуском сока для населения то есть мы промышленно на организации какие-то сок не заготавливаем это наша ежегодная работа в среднем мы если взять за все года это реализуем населению порядка 50 тонн в лесництве сок набывают на лесоседце и только у двух вызначенных для этого местах несанкционованная шпатсочка погрожая физичной особе штрафом до 20 базовых величин и до сотни колес права и где об организации где находятся берозовые делянки добро ведут постоянные нарыхтовщики это пинская семья минавито с таких за соком жид новицких бероз они приезжают 7 годов за пар каждый год заготавливаем не меньше 100 литров родственникам помогаем сестре привозим отдаем помогаем у батьки у батьки и сына саукон рихтовка сока так сама традиция на протягу уже 8 годов за этот час набили уласный опыт приготовления корисных и смачных напоев с природного подарунка часть ставим бутылки кидаем виноград сахар и бродит то есть естественное выражение холодец про хлебка достал тот самый вкусный как получается лимон лайм еще кусочек лимона добавить туда получается тот же самый что в магазине лимон лайм даже вкуснее у пинским лесгасе меркуть реализовать насильниству не меньше как 30 тонн соку предприемством Коля 600 в этом году мы планируем планируем заготовить 620 тонн бирозового сока основной потребитель это савушкин продукт у нас и частично бирозовый сок поставим на Гаринский консервный завод также мы в прошлом году впервые более 20 тонн сдали на экспорт в этом году тоже планируем сдать максимальное количество то которое получится сдать на экспорт в Прибалтику усяго за гетый сезон для згасы Брестской в области планують нарихтовать кля 5 тысяч тонн бирозового сока Татьяна Будгусаим Ирина Корольченко Александр Дзяченко телерадиокомпания Брест Одразу два республиканские семинары пройшли на гетым тыйдне на Брестчине У Брестским занимая не только назвой «Ключ» по системе психолога Хасая Алиева. Методика активно выкористовывается в работе силовых структур, которые удельничают в боевых деяниях и разностранных операциях. Ей надо помогать регулировать и снимать нервовое напряжение. Человек, обучившись этой методике, может самостоятельно справляться с стрессовыми ситуациями. Методика, не требующая каких-то специальных оборудований или длительного какого-то обучения. И самое главное, чтобы человек сам захотел обучиться этой методике, нашел свой ключ. Проблема суицидов за все достаяла в остром. И наведо тому особливое место у психологично-тренинговой ниши занял и мастер-класс «Комплексное психофизиологичное сопровождение людей с суицидальными поводзинами». Еще один семинар республиканского узровня отбылся в Барановичах. Стан и перспективы развития детячего юнацкого туризма обмерковали педагоги додатковой эдукации. Методисты и кровники установ туристично-краизнавчих на керонку. На парадку дня и пытаний интеграции и социального партнерства установ додатковой и огульной середней эдукации. Место проведения семинара обраны не выпадково. Три годы за пар Барановичи становятся первоможцами областной спартакиады по спортивным туризме. И полову у дельников областной сборной складаются барановицкие дети. Именно Барановичский регион является основой подготовки спортсменов высокого спортивного мастерства с целью представления Брестской области в рамках союзного государства. Нам бы хотелось, и мы сегодня видим, что у нас это получается, чтобы Брестская область, педагоги Брестской области поделились со своими коллегами из других областей своим богатым опытом, своими наработками в этой области. У дельники мероприемства так само наведали Школьный музей боевой славы 18-й автомобильной бригады. Это пример того, как ведется работа по включению школьных музеев в туристические маршруты. Выглядит галовное за неделю мы протягиваем. Областным центром на этом неделе открыли солнечный годинник. Новый арт-объект пригожил на бережную Ракиму Хавец. По годиннику можно проверять час, а так само выучать архитектурные славутости города. Реконструкция на бережной Ракиму Хавец – один из этапов подрыхтовки Бреста до свято-тысячагодзя. По задумке городских улад, это место должно стать таким же популярным, как и пешеходная улица Советская. И открытие солнечного годинника – черговый крок у этого на керунку. Идея створить такой объект належит Брестской котельной господарцы. А за увасабление взялись специалисты одной из ковальских майстерняв. У вынику годинник стал своего кшталту туристичным доведником. На им разместились макеты архитектурных славутостей Бреста. Дизайнеры в своей работе ориентовались на европейские узоры. Стараемся сделать не хуже, а может и лучше, чтобы в Бресте было больше жемчужин каких-то, чтобы людям было, куда приехать и посмотреть. Пришли к поводу, что лучше сделать маленькими фигурками, чтобы люди могли более наглядно увидеть достопримечательности. Брестская крепость, театр, чагуношный вокзал – усяго 15 славутостей у миниатюры, а не грамма пластику, все выковано из металла. Сама инсталляция не просто упрыгожанная прибор, який докладно показывает час. А люпершую шаргу тутейшие жихары оценили мастатское оформление годинника и обновленную набережную. Собственно говоря, не было, как таковой набережной. Вот последние годы начали что-то преображаться. И город, и набережная, конечно. И это приятно очень. Облагородили, очень красиво сделали. По сравнению с тем, как я была с маленьким, мы сюда переехали, то сделали, конечно, разительный шаг. Мне понравилось здесь, что тут сделаны достопримечательности города и что их здесь можно потрогать. Як обещаю, керавництво города, это далека неопошный арт-объект, который упрыгожит в улице Бреста. У нас есть план. Порядка 250 моментов, где все субъекты хозяйствования, все желающие могут себя проявить. Пусть это будет хорошей тайной и пусть это будет хорошим, приятным открытием по мере их появления. Что до набережной, то уже 1-го дня я повинна увести эксплуатацию. И солнечный годинник маяшани стать одним из самых популярных ее объектов. Первые солнечные годинки изъявились 3,5 тысячи годов тому в Старожитном Египте. Но с тягом часу они стратили свое практичное призначение и стали просто пригожими арт-объектами. До речи Брест стал третьим городом в области с властным солнечным годинником. Валентин Бойк, Александр Севицкий, телердия компания «Брест». На этом тыдне 21-го соковека свет отзначил День поэзии. Традиционный вечер для аматоров слова провели в Брестской городской библиотеке с имя Пушкина. И он прошел в формате свободного микрофона. Свет фонарей на улице Советская. Чуть отмотаю жизни циферблат, как в голове моменты жизни детской. Хоть Бресту уже 10 сотен лет, он с каждым годом только молодеет. Счирые слова у гонор тысячагодзя Бреста, любовь до родного края и своих родных. И это далеко не все темы, а браны темы, кто подыходил до свободного микрофона. Все не тут у всех, кто живе словом. Отзначился Светный день поэзии у стенок городской библиотеки имя Пушкина стало уже традицией. Хочется сделать библиотеку местом, в которой собираются творческие люди Бреста. В данном случае это любители поэзии. И Всемирный день поэзии – это просто повод собраться, почитать, послушать любимые свои стихи, не свои, известных авторов, неизвестных, которые только начинают писать. Я вот же заплющу и узкой стежкой вернусь в детинство. Детата с усмешкой, со строением я неколи дедовой хаты. На рахунку Ирыны Сидорчук не один десяток верша. Уписать пошла яши у школе, пошанцевала с наставниками, каже поэтка. В тот момент, когда я учила в школе, белорусскую мову и литературу выкладал кандидат в логичных наук. Яши у школы нас учили уже писать верши. Коли пошли первые верши отремливаться, и он пошел познайомить меня с Микулой Прокоповичем познайомил. И таким членом верши увидели свет. Поэты планеты Шиллера, Оливер Твист, Диккенцы и многие иншие. Яуген Биалясин у основным займается перокладами замежной литературы. Али и поэтичная деянность у життя перокладчика займает особливое место. Поэзия – это скорочение шляху до познания истины. Потому что литература в уголе скорочает в образе шлях познания до интуиции. Интуитивно поэты чувствуют, что отбывается, и они передают это по-своему. Новоковцы – лижбами, а поэты передают в образе и скорочают шлях до познания. Миновиты тому и кажут, поэзия – есть высший широт мастерства. Нужно иметь великий таллинн, чтобы надать обычному слову особистую фарбу и в образ. Анастасия Кудич, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест». День народжения. Знакомитого пианиста Святослава Рыхтера отзначили в Бресте великим концертом. На сцене гучали любимые композиции великого маэстра в выполнении народного артиста Беларуси Игоря Аловникова. В 104-й день народжения Святослава Рыхтера со сцены гучать его любимые Бетховен, Шопен, Шуман. Побач с выканавцем, народным артистом Беларуси Игором Аловниковым портрет Рыхтера, как знак его присутности в зале. Солировать Игорь Аловников походился одразу ж. Для его, как и для многих музыкантов, Рыхтер – наставник, гений и просто идеаловыканавцы. Когда ты играешь за роялем, а возле рояля стоит портрет Святослава Теофиловича, и невольно тебе начинает казаться, что ты не так играешь, что надо лучше играть. Многие его концерты, на которых не доводилось бывать, они вызывают ощущение какого-то магнетизма, то есть завораживают. Разом со своего ученицей Татьяной Ким Игорь Владимирович зарабил глядачам особливый подарунок. Во властной транскрипции они выполнили композицию на музыку оперу «Безе Кармен». Волнительно всегда, любое выступление, плюс еще события, на которых ты играешь, и важен еще тот момент, что ты играешь за своим учителем, это добавляет тебе еще ответственности. Большое удовольствие, я всегда очень рада, и хотелось бы больше таких воодушевляющих моментов на сцене. ты живешь немножко по-другому. Традиционный урон Святослава Рихтера у Бресте проводится конкурс, на который съезжаются талиновитые молодые пианисты из разных краин света. Прекрасно в имени этот конкурс, и очень многие показали высокие фортепианные результаты и способности. Россия, конечно, очень хорошо, Белоруссия очень хорошо выступила, и первое время получила, разделила Россия и Белоруссия. Конкурс пианиста имя Святослава Рихтера прошел уже в третий раз, и за час своего иснования поспел стать сопроводным культурным брендом Бреста. Татьяна Игнатовец, Тегра Накопян, телерадио, компания Брест. Вот таким был гэтытый день на Брещене. Каким будет наступный, худко доведаемся. До встречи в программе «Головная за тыдень» в наступную неделю в гэтытый час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова